что же он там добрый день вы суде программы дневный раз ворот правда не кульпоход кульпоход у нас будет через час потому что сегодня у нас тоже тема тема связанная безусловно с культурой на сегодня гостях два директора кировских театров андрей скальный директор кировского драматического театра андрей борисович добрый день добрый день и владимир грибанов директор театра на спаской председатель кировского отделения союза театральных деятелей добрый день добрый день и собрались мы потому что вообще сегодня день театра чем мы наших гостей поздравляем хотя вот ввиду известных обстоятельств такой получился праздник как у меня тут случайно сказалось карантином на глазах да ну да спасибо конечно огромное за поздравление но вот не ждали не чаяли но вот второй раз такое несчастье случается когда праздничный вечер посвященный международному дню театра когда собирается все три театра там подводится итоги конкурса удачи года отменяется предыдущий раз это было тоже не так давно когда был пожар в кемерово и был травм в стране объявленные мы тоже тогда отменили этот праздник и перенесли его на лето на июнь месяц а все-таки провели закрытие сезона театрального что будет в этом году неизвестно насколько продлится у нас вся эта история мы пока прогнозируем тоже июнь месяц для себя пока театры вроде как будут еще но более-менее активной стадии находиться еще в отпуск не уйдут но москва обещал за три месяца справиться с напастью так что будем надеяться на лучшее конечно будем надеяться на лучшее конечно на что остается вот это голод сони да соня демона в наших заповедных краях мы забыли немножко представиться но ничего страшного главное что гости пришли главное что пришли гости но ведь готовились же ну конечно готовились лучше мало того скажу у нас ведь этот год он непростой для вот скажем для союза театральных деятелей в этом году исполнилось 80 лет кировского кировскому отделению союза театральных в двадцатом году именно вот сейчас в марте двадцатого года соответственно на этом праздничном видео называется мог быть ну да на этом праздничном вечере то есть об этом должна была быть речь вообще-то мы конечно планируем мероприятие специально гораздо позже там осенью но тем не менее планируется ряд других мероприятий в течение там как бы года да вот а вот сороковом году когда была создана эта организация здесь у нас городе киры по инициативе значит естественно работников театра сначала просто ну то скажем такая ячейка была создана небольшая потом они поняли что а как а где же нам собираться где же нам проводить конференции там учебу профессиональную там как бы творчески какие-то вечера и все такое ну тогда обратились просьбы и сороковом году же было предоставлен вот то помещение в в котором сейчас мы находимся в здании драматического театра там на третьем этаже там у нас есть и до сих пор 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 за сказать о что владимиром еще можно было понять потому что она боится так вот рядом да он подтверждает вот в годы войны вместе с театром союз выезжал отсюда из этого здания потому что переданое здании было бдт большому драматического театра а А когда в 43-м году вернулись сюда вместе с театром, то, естественно, опять же, сюда въехали, занимались ремонтом своими силами, ремонтировали и так далее. Вот, это раз, ну, такая вот дата круглая, да. А во-вторых, в этом году это должна была состояться 25-я церемония вручения премии «Удачи года». То есть такой год, несмотря на то, что он високосный... А вот, получается, смотря на то, что он високосный, високосный. И такой непростой, как-то вот так всё сошлось. Ну, «Удача года» — это явно про 20-й год. В общем-то, если давать годам целые премии, и тут все цифры сошлись, 80 лет, 25-я церемония. Давайте, как это должно было происходить? Вот расскажем, как будто у нас нормальный культ поход, и это не 20-й год, а, допустим, 19-й, и всё хорошо. И вы пришли к нам в гости рассказать, вот сегодня вечером вы соберётесь, и что там будет? Ну, во-первых, сегодня вечером мы должны были собраться в здании Театра кукол Кировского имени Афанасьева. То есть мы договорились, что в этом году там будет проходить этот праздник. Вот поэтому люди и пришли из Театра кукол, видимо, да? Они готовятся ещё. А то есть вы их ещё не привыкли? По инерции, наверное, да. Вот сейчас они послушают. Ну, естественно, там все-таки театры должны были собраться, должны были собраться друзья театра, люди близкие, партнёры там и так далее. То есть это не такое городское открытое мероприятие, куда там все желающие могут попасть, там билеты продаются и всё такое. Нет, это всё-таки такой профессиональный праздник, и на него вот в последние годы мы приглашаем вот работников театра, специалистов там, ну и так далее, и так далее. Там, ну, прессу, естественно, и всё такое. Ну и, как всегда, там в разной форме там проходила, и должна была бы проходить церемония вручения премии «Удача года», должны были быть перед этим подведены итоги тайного голосования, то есть коллеги, творческие работники там по анкетам должны были определить удачу актёра, актрисы, режиссёра, значит, художника в каждом театре, ну и дальше вот церемония праздничная. Уже приготовлены, вернее, изготовлены традиционные, значит, вот призы, которые... А призы кто готовил? Селезневка, Марина, традиционно на протяжении 25 лет она изготавливает для нас вот керамические там изделия специальные, они совершенно разные, год на год не приходится, там чего-то... Ну, это трудно представить себе Марину Селезневу, делающую одно и то же из года в год. Ну, конечно, да, значит, ей подбрасывается идея, она этому очень рада и изготавливает, значит... Нет, ну ведь вопрос возникает такой, вы говорите, там, итоги должны быть подведены, премии «Удача года», ну, скажите так честно, не называйте, но ведь они всё-таки подведены. Ну, нет, честно скажу, мы не стали опережать события, то есть было всё понятно уже очевидно какое-то время назад, и мы просто... вот процесс проведения анкетирования, мы его просто остановили. Мы его проведём, если нам позволит жизнь, и всё это, значит, сделать обязательно, мы его проведём. Вот, ну, на данный момент мы это всё остановили. Вот. Ну, и ещё с той целью, что, может быть, там, какое-то большее количество людей сможет посмотреть какие-то спектакли, которые ещё не видели. Ну, если нам будет позволено играть в спектакли. Вот, это вот как бы одна сторона вопроса, а вторая сторона, вторая история, это должны были каждый театр подготовить определённую свою творческую программу. Ну, и... Ну, то, что в народе называется капустник. Ну, да, там, можно... Это... разная форма могла бы быть, и могут быть капустник, могут быть не капустник, там, ну, разные в этом году. Но вот Кубтеатром отдали, то есть они сами имели право выбрать, что они покажут. Андрей Борисович, что вы готовили? Так вот, всё равно что этого не увидим, так что хотя бы вкратце расскажите. Нет, ну, тут, наверное, рассказывать смысла не вижу особого. То, что Владимир Иванович говорит, конечно, каждый театр готовился. Более того, я ещё добавлю, что помимо каких-то творческих наград и признаний, мы, ну, большим списком выходили на правительство Кировской области, на законодательное собрание. Мы хотели лучших творческих наших сотрудников отметить в том числе и такими серьёзными наградами областного значения. Ну, не получилось, ну, что делать? Мы готовы, грамоты есть. И на самом деле ждём, вот как Владимир Иванович говорит, лучших времён. И на самом деле мы, наверное, это покажем. Ну, что да. Мы отказываться не отказываемся. Какие-то сценарные планы рассказывать, наверное, смысла сегодня нет. Лучше это видеть и, собственно говоря, уже потом оценить, как это прошло, как это произошло. Можно же терпеть некоторые измерили. Нет, мы сегодня анонсировать-то анонсируем. Так или иначе, это всё равно состоится, мероприятие. Но вот вопрос, когда и в каком формате, ну, вот время. Да-да, видите, как распоряжения там издаются, там, да, о пристановлении, там, о запрете. И написано в конце. До особого распоряжения. Ну, так вы также можете сказать, что у нас состоится сразу после особого распоряжения. Вот уже почти точная дата. Да. Да, вот как сейчас тоже там. Вот сейчас у нас, допустим, репертуарная афиша была оголена, снята, убрана до, там, по 14 апреля. Вот, с какой-то анонсируемой понимаем, что сегодня будет приказ издан о том, что весь апрель будет снят. Ну, кем издан приказ? Понял, понял. Мы же понимаем, что сегодня будет издан приказ. Да, я так и понял. Да, я так понимаю. Андрей Бальцович тоже, наверное. Андрей Бальцович. Ну, в самом деле, то же самое, потому что у нас в марте не состоялось. Но она готова. Мы ее в таком узком кругу посмотрели. И, скажем так, работа была принята. Премьера-бенефис народного артиста России Владимира Смирнова. 20-21 марта. И 4 и 5 апреля мы планировали. Собственно, она практически готова. Работа, которая по пьесе Ганны Слуцкий «Мама». В главной роли тоже народная артистка России Наталья Исаева. Работа, по большому счету, завершена. Но, к сожалению... И даже афишу уже. К сожалению, да. К сожалению, по широкой публике, широкому зрителю мы ее не показали. Но, в принципе, работа сделана. Поэтому только сейчас ждем отмашки. А мы сейчас подождем 20 секунд, сделаем перерыв и вернемся к разговорам. Продолжаем наш разговор. Напомню, что сегодня у нас в гостях Андрей Скальный, Владимир Грибанов, директора Кировских театров, соответственно, Драматического и Театра на Спасской. Первые 15 минут поговорили о, к сожалению, несостоявшемся празднике в честь Международного Дня Театра. Но он не отложен просто. Я говорю несостоявшемся. До особого распоряжения. До особого распоряжения отложены. И мы будем надеяться, что это распоряжение, так сказать, как можно все-таки быстрее в нашей стране появится. Это связано не только с работой театров, это с многими отраслями связано. А вот вопрос возник, когда, вот вы говорите, там вот уже Андрей сказал, что там вот, ну, к сожалению, уже не смогли показать премьеру. Вообще театр работает сейчас? Вот как таковой, как вот как организация, да? То есть артисты там привлечены к чему-то, что-то происходит? Или все, разошлись по домам, спрятались и не выходим? Нет, ну, конечно, театр работает. И я на этой неделе уже трижды давал интервью в средствах массовой информации Кировской, города Кирова, Кировской области. Театр же живой организм. Вот закрыть наклюшку и уйти домой, но это вот не наша история. Работают цеха. Я уже сказал о том, что у нас, ну, скажем так, назначена была, ну, вот, я не знаю, там нужно говорить об этом. Вообще есть такая понятие, как государственное задание, и мы его выполняем, потому что премьера спектакля «Мама», назначенной на 4-5 апреля, это вот такой рабочий момент. Мы репетируем и сегодня репетируем. И я думаю, что говорил о том, что спектакль будет готов, а он будет готов к 4-му числу. Мы должны это сделать, и мы не останавливаемся. Процесс репетиционный, никто не отменял 100%. Более того, мы сегодня говорим о том, что, ну, понимая там, да, всю сложность, мы понимаем, что 9 мая очень скоро придет, и тот великий юбилей 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы готовимся. Но его перенести точно нельзя. У нас запланирован, и мы надеемся, что мы с успехом проведем такой театральный марафон, посвященный Великому празднику. Мы покажем 5 спектаклей, понятной там тематики, посвященной войне. Мы ждем наших зрителей, начиная с 28 апреля по 9 мая. Это будут и благотворительные спектакли для ветеранов. В любом случае эти спектакли нужно освежить, над ними нужно поработать. Я говорю сейчас про 28 апреля с большой надеждой, что вот к этой дате мы, наверное, все-таки вернемся на сцену. Есть какие-то основания, или вот, я не знаю, просто это такая надежда. 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 Очень надежда, надежда. Надежда, но 9 мая никто не отменяет. 9 мая в том-то и дело, что никто не отменит, и что-то все равно должно происходить, вне зависимости как бы от обстановки. Понятно, что решающий голос в этом праздновании будет, конечно, не за театрами. Ну, понятно. Ясно, очевидно, и какие-то праздничные мероприятия огромные и значимые, и дата такая серьезная. Они будут проведены, но не факт, что нам будет позволено принять в этом участие какое-то публичное. Ну, в любом случае мы должны быть к этому готовы, и вот как только особое распоряжение закончится, мы вот просто выходим на сцену и работаем. Ну да, если говорить о нашем театре, то подготовка к этому празднику тоже ведется. И мы тоже планировали, скажем, 28-29 апреля и первые числа мая тоже провести. Мы готовим новую работу. Это не совсем такой обычный спектакль, привычный для всех. Это такая история под названием «Помним, чтобы жить». Это работники нашего театра, актеры. Они же не безроду и племени, что называется. Да, у них есть родители, бабушки, дедушки, пра и все такое, которые воевали, которые были или в тылу врага, там, значит, ковали меч победы, что называется. То есть, ну, то есть, да. И здесь у нас на предприятиях работали и все такое. Это такие истории, рассказы о их родных и близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне в той или иной форме. То есть, понятно, что это литературно неким образом обработано и все такое, но это такая должна быть документальная, так скажем, да, история рассказов о, ну, понятно, что она в некой художественной форме, театральной будет обличена и все такое. Но в основном это вот, там, в основном это молодые актеры, которые вот должны будут в конце апреля. Вот. Ну, в данном случае у нас ситуация, может быть, даже не случится какая-то публичность такая вот, как бы там, ну, зрители в зале там пришли и все такое. Но в любом случае мы сможем, уже опыт у нас есть, вот мы тут лабораторию провели. Онлайн-режиссерская лаборатория, которая должна была проходить вживую, что называется, со зрителем. Вот провели, значит, ну, и эту тоже историю мы сможем, по крайней мере, провести вот таким образом, да. То есть, все желающие ознакомиться с нашей историей, с фрагментами истории, связанных с конкретными людьми живыми, которые здесь сейчас среди нас и которые рассказывают о своих родных и близких, они смогут познакомиться. Вот, ну, помимо этого, у нас по плану тоже есть госзадание. С 17 апреля у нас должна состояться премьера спектакля «Русское варенье», который, ну, там, приезжий режиссер ставит, Тимур. Ну, вот, и она состоится, но, опять же, она будет в закрытом формате, значит, для нас. Сдача госзадания. Да, да, да. Для нас она будет, там, сдача коллектива, там, ну, и так далее. Вот, конечно же, дальше у нас в мае должна тоже по плану быть еще премьера, ну, туда в конце, значит, Егор Чернышов должен сделать спектакль «История одного убийства» или «Три смерти». Это пьеса выбрана по итогам предыдущей лаборатории, читок, значит, осенью которой была. Там очень интересная история, там Лев Николаевич Толстой, Столыпин, значит, какой-то пензенский, там, захудалый адвокатишка. Мария Крюкова в центре событий, которые убила свекра и так далее. Очень, очень такая, казалось бы, там где-то происходят все эти события, да, во времена тех самых исторических персонажей. На самом деле она настолько актуальна, настолько она вот про сегодня, про сейчас, про нашу жизнь, ну, просто диву даешься. И когда мы ее прочитали, все просто ухватили, сказали, надо, надо брать срочи, надо ставить, пока не поздно, что называется. Потому что времена-то меняются, уже уходит все. Андрей Борисович, вы упомянули вот этот театр онлайн, как бы, да, сейчас ведь у нас и большие концертные залы, там, знаешь, вот эта великая картинка, когда там великий пианист сидит один с пустым огромным залом, да, и кроме там одного оператора на заднем плане никого не видать. Вот этот опыт может быть вот тот же марафон, который вполне вероятно не состоится в «Готовите-9-1-Маяф», просто сделать вот такой же формат. Насколько это технически сложно? Ну, на самом деле сложно, потому что, на мой взгляд, если там говорить о созданных виртуальных концертных залах, это, конечно, серьезное финансовое вложение, и модератором вся этой истории является Московская государственная филармония, зал Чайковского. Я знаю, что играет Мацуев, я 23-го числа разговаривал с Крамером Даниилом Борисовичем, народным артистом России. И мы знаем, что он тоже отметил недавно юбилей 60 лет, он должен был на сцене Международного дома музыки и в Большом зале консерватории сыграть концерты, но по понятным причинам они не состоялись. Играют онлайн, но речь идет о том, что должна быть, на мой взгляд, очень качественная профессиональная картинка, и не только картинка, и звук. Сегодня, к сожалению, допустим, в Кировском драматическом театре оборудование не позволяет сделать качественный продукт. Мы сегодня, конечно, говорим не о онлайн-трансляциях, а говорим об архивных, так сказать, наших спектаклях, которые в сетях выкладываем, и их может наш зритель посмотреть. Но если серьезно, то нужно большие вложения финансовые, чтобы онлайн-трансляции наших спектаклей там были, ну, по крайней мере, по восприятию не хуже, чем вот вживую. Ну, пока, к сожалению, техника этого делать не позволяет. Потом ведь, я не знаю, у многих и театральных деятелей есть особое отношение к онлайн-трансляции, потому что театр — это живое искусство, и оно предполагает, на мой взгляд, участие в процессе и нахождение в зале рядом зрителя. Живой отклик, контакт со зрителем — это, ну, вот то, что называется та структура, что должно быть, мне кажется. Творчество, оно по-другому не рождается. Я знаю, о том, что есть распоряжение, есть просьбы, предложения и Министерства культуры Российской Федерации, в том числе, просчитать, наверное, вот эту услугу, которая, ну, вот, слово «услуга» мне не очень нравится, но, тем не менее, звучит так. Ну, это из «Усдиректора» она нормально еще звучит, нормально. Услуга онлайн-концертов, спектаклей там и так далее. Ну, вот, нужно смотреть. Я, не знаю, там, я много раз, наверное, об этом говорил раньше, и в этой студии в том числе. Есть у меня пример классический там, да, организации виртуальных там залов. Это пример уральской филармонии Свердловской. В свое время губернатор Россель там большие деньги потратил, и трансляции из филармонического зала идут на всю область. И 500 там, допустим, с лишним филиалов. А что такое филиалы? Это, ну, может быть, маленький залчик там в сельской библиотеке, может быть, в районном доме культуры, там, зал на 300, 400, 500 мест. Вот они обеспечили трансляции из зала филармонического. Вот эти, ну, так скажем, виртуальные залы Свердловской области, она огромная. Мы понимаем, там, Нижний Тагил, наверное, по населению такой же, как город Киров. Ну, примерно, если не больше, кстати, по-моему, больше. Эти, условно говоря, 500 приемов, трансляций, они шли учреждением в государственные задания. Вот, наверное, это правильный подход. То есть и вопрос тут упирается в финансирование, как я понял. Ну, на мой взгляд, да. Потому что если делать продукт, он должен быть качественный. А вот если еще, да, есть еще и техническая, как бы, определенная сложность, вот то, о чем Андрей Борисович говорит, если вот такой подход делать, тут можно учесть все факторы, естественно. Давайте не будем забывать, что все-таки вот спектакль – это некий такой, да, интеллектуальный творческий продукт, да, за которым стоят некие авторы, и у которых есть авторское право. Так у нас вот у всех, во всех договорах с авторами, которыми являются, там, драматург, там, композитор, художник, да, там у всех есть строчка, что да, мы имеем право исполнять это на своих площадках, на гастролях, на фестивалях, там, и так далее. За рубежом особые условия, особая договоренность. И если это касается трансляции всеми способами, любыми, тоже по особой договоренности, нужно платить за это деньги. То есть помимо технической стороны надо платить деньги еще, собственно, да. Еще авторам нужно, да. Но авторское право никто не отменял. Его никто не отменял, да. Но если действительно организовывать каким-то образом это официальным вот такие трансляции на область, то тогда, естественно, там какие-то деньги могут поступать, условно говоря, там, из которых можно авторам что-то выплачивать, потому что, ну, я и говорю о том, что услуга должна быть просчитана, и мы должны понимать, во сколько она нам будет обходиться. Ну, тут вопрос еще несколько, насколько она нужна людям. То есть, Владимир Иванович, как вы думаете, дети, вот это... Соня, полторы минуты и повтори вопрос. Хорошо. Продолжаем дневной разворот. Говорим мы сегодня про День театра, который... Который сегодня. Сегодня все равно, международный День театра, там, какими мероприятиями там были они отменены, либо нет, международный День театра, он все равно есть. Да, хороший день. У нас в гостях Андрей Скальный и Владимир Грибанов, директоры театров наших главных. И мы говорили о трансляциях до перерыва. И вот я хотела спросить, а насколько это имеет смысл? То есть, мне кажется, что в интернете столько всего сейчас происходит, и последнее, что смотрят люди посреди всего этого контента, это театр, потому что тут ты смотришь видео, ты не смотришь театр в этих онлайн-трансляциях. Золотые ваши слова. Я с вами абсолютно согласен. Я понимаю, значит, простого гражданина, который проживает на огромной территории Российской Федерации, которому невозможно просто физически попасть в Большой театр, на спектакль Большого театра, на оперу или на балет. У него нет ли времени и нет возможности приехать в Москву, нет денег купить билет туда. Да, там и дешевые билеты. Да, понимаете? Поэтому, ну никак на финансовое положение Большого театра это никак не повлияет. Если такие театры, как в городе Кирове и каких-то других подобных городах начнут разбрасываться, да, со своей историей, то это, а, это может повлиять на посещение, да, а вообще-то театр состоя... Это тот вид искусства, значит, который без зрителя не существует. Потому что спектакль это то, что здесь и сейчас. И он только сейчас такой. А завтра это не музей, где повесили картину, и она будет 200 лет висеть, и она всегда будет такой. Понимаете? Поэтому я, честно говоря, вот особого не вижу. Другой вопрос, нужно расширять возможность, чтобы люди могли приехать в город Киров посмотреть спектакли, привезти своих детей, чтобы мы имели возможность приехать и на достойном уровне показать спектакли в районах Кировской области. Ну, есть же такая программа, сейчас все-таки делают культурные центры, в районах новые строят, ремонтируют старые дома культуры, в которые, так сказать, ну, более-менее соответствуют каким-то условиям, и мы можем приехать. И у нас вот и в госзадании тоже есть такие, и мы ездим по районам Кировской области. У нас вот в конце апреля два выезда, Слободской и Котельнич. Пока не отменяем. Ну, вот да, мы уже тоже в этом году успели несколько раз ездить, и планировали еще, планируем поездки в дальнейшем. Никто это никуда не ездит. Поэтому все-таки искусство театра, здесь больше нужно ориентироваться на живой контакт. Можно создавать какие-либо космические условия. Нет, ну, здесь вопрос встал потому, что мы говорили о 9 мая. 9 мая – это дата, которая неотменима, не сдвигаема. Ну, это вынужденные меры. Есть вещи, которые вы готовите к этому празднику. И вот становится немножко обидно то, что вы готовите, и ведь это тоже хороша ложка к обеду. Вот эти вот спектакли, которые там пять вы сказали, да, Андрей Борисович? Да. Пять спектаклей. Они нужны именно сейчас, в конце апреля, начале мая. Скажем, в июле их показывать это будет уже не туда немного, не о том. Поэтому только об этом речь пошла, чтобы как бы не пропал эффект. Но я так понял, что он все пропадет. Ну, мы на самом деле, конечно, готовимся и к июню. Мы говорим с коллегами, разговариваем о том, что мы, в кавычке, наверное, возьму эту фразу, там, долги свои должны вернуть нашему зрителю, потому что продажи были. Я не скажу, что сейчас продажи идут. Нет, наоборот, люди возвращают билеты. Но мы разговариваем, предлагаем на любые спектакли с заранее купленными билетами. Я думаю, что мы их будем летом возвращать. Возвращать и будем играть. И надеемся, что наш зритель, наша публика придет к нам и поддержит, тем самым поддержит театр. И поддержит артистов. То есть, правильно ли я понял, что, возможно, сезон станет длинней? Длинней, да. И еще идет не об отмене, в данном случае, а о переносе. О переносе, да? Ну, уж если говорить про наш театр, я сегодня разговаривал с коллегой, директором русского драматического театра из Улан-Удэ. В рамках проекта «Большие гастроли» мы планировали обменные спектакли с этим театром, начиная с 7 июня. Пока у нас никакой, ни у коллеги, ни у меня нет информации о том, что этот проект останавливается. Хотя есть там какие-то сомнения в этом смысле. Но мы готовимся. Мы собираемся в Улан-Удэ. А Улан-Удэ собирается в гости к нам. Поэтому вот к вопросу там, да, чем жив, чем занимается театр. Вот мы этим занимаемся. Мы не можем же ехать туда неготовыми. Абсолютно это непрофессионально, скажем так. Поэтому мы должны в тонусе быть всегда. И, собственно, этим сейчас и занимаемся. Да, мы тоже не теряем надежды, что в конце октября поедем по этой же программе «Большие гастроли» в город Омск. Ну, дай бог. И это будут тоже обменные гастроли. Куда-то вы в одну сторону смотрели. Ну, там интересно. Сибирь, Дальний Восток, а ты все же... А у Улан-Удэ еще и Байкал рядом. Да, да, да. Ну, вопрос, который, на самом деле, задают сейчас всем организациям независимости от государственной, частной. Вот этот вот вынужденный карантин, этот простой, он скажется в финансовом плане так или иначе все равно. Насколько вот вы готовитесь к этому ущербу? Как его уже можно быть оценивать или нет? Или вообще вы стараетесь не думать об этой сфере, пока ничего не известно? Как могут директора об этом не думать? Не думать невозможно. Мы вчера с Владимиром Ивановичем встречались на совещании в Министерстве культуры Кировской области. Мы считаем убытки каждый день. Это убытки. Это прямые убытки учрежденческие. Не играя в спектакли, мы каждый день несем убытки. По количеству тех проданных и вернувшихся в кассу билетов, и вернувшихся денежных средств. Это ежедневный мониторинг, что происходит. Ничего хорошего не происходит, это точно. Я сейчас не знаю там. Я, конечно, могу до копейки сказать, сколько мы теряем на сегодняшний день. Я уверен, что Владимир Иванович скажет то же самое. Проблема серьезная. Как будут возвращаться наши так называемые выпадающие доходы, я пока не знаю. Но ничего хорошего из этого не происходит точно. Для общего понимания, Кировские театры получают государственную поддержку в форме субсидий на зарплату и на содержание имущества. Коммуналку. Вот Андрей Борисович, драматический театр еще получает некую субсидию на постановку спектаклей. Театр юного зрителя и театр Куклы эту субсидию не получают, но они получают из федерального центра по программе поддержки театра для детей. Так вот, что касается содержания театра, помимо коммуналки, это очень большие деньги. И заработная плата работников театра в значительной степени идет за счет внебюджетной составляющей. То есть за счет билетов, по-русски говоря? Да. За счет нашей предпринимательской деятельности, если хотите. Значит, если у нас, условно говоря, вот в театре на Спасской на миллион двести, ну и округляю, там выпал доход марта, значит, по итогу марта, мне где брать деньги для того, чтобы внебюджетную составляющую, значит, вот этих расходов покрыть. Ну, если в марте мы еще играли там какое-то количество спектаклей, то в апреле мы уже вообще играть не будем. Естественно, вот Андрей Борисович озвучил, что здесь мы пока не понимаем, за счет какого источника нам будет оказана финансовая поддержка, чтобы вот выпадающие, значит, да, вот эти доходы, а по сути дела хотя бы расходы. Каким-то образом были покрыты? Да. Ну, вы вот вчера оба были на совещании в Министерстве культуры, вы озвучили этот вопрос? Нет, этот вопрос прорабатывается на уровне и Министерства культуры, и Министерства финансов, все же понимают. Тут на самом деле все это видно и все лежит на поверхности. Еще, наверное, там два слова добавлю. В выпадающих доходах, ну, большая часть там, да, там процентов 40, это, по сути дела, заработная плата наша. Артистов, сотрудников, рабочих, бухгалтерий, там, директоров в том числе. Поэтому печально все, по большому счету. Так, как ты знаешь, должен сам делать. Да, хочется вывести на другую тему. Пауза, драматическая пауза. Нет, наоборот, конечно, праздник есть праздник, и мы сегодня с коллегами созваниваемся, друг друга поздравляем, есть звонки. Но это ситуация везде в России сейчас такая. Абсолютно. Абсолютно. Хоть в больших театрах, хоть в не очень больших театрах. Мне бы, наверное, какие-то параллели проводить, наверное, не хочется, но я там не люблю считать чужие деньги и никогда этим не занимался, но я представляю, какие выпадающие доходы, допустим, у большого театра у Маринки. Вот просто представьте. И настолько там законтрактованные актеры, приглашенные звезды, это серьезные деньги, поверьте. А уж стоимость билетов, мы, наверное, все знаем, разницу, точнее говоря, наших билетов, там, и большого тех, условно. Какие-то у них потери по зарубежными гастролями, которые все же отменены. То есть, как бы тут еще не одним вам плохо, а некоторым еще значительно хуже. Нет, это не радует. Я понимаю, это никого не радует. Если не говорить даже о столичных театрах, а просто о России, есть же города, в которых театры вообще вывели, закрыли полностью, на простой вывели. Там люди туда не ходят, он закрыт, там нет репетиций, там не работает производство, там ничего не происходит. Так, а люди, которые числятся в театре, они на каком фоне выведены? Они выведены на простой, в связи с этим. Что это называется, неоплачиваемый отпуск или как? Нет, он оплачивается, если мы говорим о простой, то это две трети оклада. Ну, так оклады-то они... Оклады, если там оклад, допустим, 8 тысяч... 6 тысяч. 6 тысяч в месяц, хуже пенсии. Ну, то есть, есть и такие ситуации. Мы пока еще, да, и наше правительство, и министерство, и финики, они, значит, как-то вот сейчас пока еще думают, ломают голову, как нам помочь, как нам поддержать, чтобы мы все-таки продолжали работать. Ну, здесь, мне кажется, все-таки очень многое зависит от того, когда это специальное распоряжение, наконец, будет опубликовано, о том, что вот такой серьезный режим, как бы, ограничений будет снят, и, по крайней мере, там что-то можно будет делать, может быть, там не какие-то супермассовые мероприятия, ну, хотя бы на самом деле гастроли по области делать, или что, где залы меньше. Ну, вот смотрите, ведь неспроста у нас объявлена вот эта неделя, значит, это чрезвычайная мера, я так понимаю. Ну, это, конечно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, да, дай бог, если это просто такая, ну, превентивная мера на всякий случай и так далее, вот, а если там неизвестно, что-то там грядет и как-то, что называется, развивается то, что мы еще не ощущаем. Ну, когда зато выйдет это особое распоряжение, все так соскучатся по театрам, по вечеринкам, по вечеринкам. А мы, кстати, на эту тему тоже говорили. Ломаться просто ломанутся, почему мы встретим леса, ломанемся. Конечно. Ну, да, вы-то, наши друзья, ломанетесь. Но не только мы ваши друзья. Да, но не забывайте, что мы же не в безвоздушном пространстве находимся. Дело в том, что, во-первых, в одночасье это невозможно сразу раз, там все продать, там все, чтобы все пошли, это раз. Во-вторых-то, люди тоже ведь выводятся, кто-то на простой, кто-то чего-то, на всю экономику влияние же идет, и на разные сферы, там, да, производство и так далее. У людей деньги кончатся, им не на что будет билеты покупать. Ну, в конце концов, это небольшой театр, вы знаете, мы цены на ваши билеты тоже знаем, это не так уж, извините, накладно для, даже, как сейчас говорят, для среднего класса, как Владимир Владимирович сказал, да? Для среднего класса даже для нашего среднего класса это не накладно. Ну, знаете, что, иногда просто за 20 рублей готовы удавиться. Вот такое тоже бывает. У нас время подходит к концу, но вот все, что я на самом деле хочу пожелать, это то, чтобы на самом деле вот эта ситуация, она разрешилась как можно быстрее, чтобы наши театры вернулись к полноценной работе, чтобы те вот, те вот премьеры, которые готовятся, чтобы мы все-таки увидели, все-таки лучше в этом сезоне, да пусть он будет на месяц подлиннее. Ну, еще раз вас, международным днем театра. Да, можно мне вот к вашим поздравлению присовокупить еще поздравление нашего, значит, главного театрального деятеля, так назовем, Сан Саныча Калягина, который тоже во все наши организации я заслал обращения и всем театрам поздравления с международным днем театра. Кто-то это называет всемирным днем театра, просто разница переводов, что называется, вот, с наилучшими пожеланиями нам всем, и работникам, и зрителям, в надежде на то, что скоро все это закончится, и мы опять радостно встретимся со всеми. И как, еще процитирую небезызвестную песню старого рок-музыканта Сарачева, там, театр не мода, вечен всегда, и вот он таким же и останется. Спасибо.